Доброе утро! Сдается мне, что никто не хочет быть или выглядеть дураком, глупцом в глазах других людей. Все хотят выглядеть умными, разумными, здравомыслящими людьми. Но, к сожалению, как показывает жизнь, это не так. И есть в нашем деле, в нашей теме, в нашем бизнесе сетевом такое узкое место, на котором глупое поведение проявляется особенно явственно. Дурацкое, неразумное, не то что мудрое, а просто дурацкое, идиотское поведение. Поведение человека, которого можно смело называть болван. Как это не обидно звучит. Да расскажу историю, чтобы вам было понятно. За долгие годы работы в этой индустрии, человек неизбежно, обязательно столкнется, а я как раз вот такой человек, столкнется вот с какой вещью. Начинают некоторые дистрибьюторы делить людей. Один считает, что этот кандидат должен пойти в его организацию, под него. А другой считает, что под него. Я ему первый раз сказал, это мой человек, зачем ты его трогаешь. И начинается коллизия. И у меня было много раз так. Потому что это неизбежно, люди, это обычное дело. И чем больше я работал, тем все больше и больше опыта было на эту тему. И мне приходилось отстаивать свои явные интересы, что вот я с человеком работал, а его кто-то переподписал. Или вдруг у меня увели дистрибьюторы. Или вдруг еще что-то произошло. И я все пытался восстановить справедливость, а потом как-то боролся. А потом понял, что иногда приходилось мне сталкиваться с... Наши интересы мои пересекались с человеком, которого я глубоко уважал. И мы смотрели друг на друга и говорили, ну что теперь поделаешь, ну так получилось. Давай как-то решить. И я принимал решение в пользу моего товарища. Ладно, забирай себе этого человека. И это пошло у меня в практику. И мне становилось легко. Я всегда знал, что я еще подпишу. Это раз. А во-вторых, я заметил, что человек, за которого дерутся, человек, на котором скрещивают шпаги два сетевика, доказывая свои права на то, чтобы он работал в их организации каждый, как правило, по моим наблюдениям, этот человек ценным для бизнеса не становился. Он или вообще выходил из бизнеса, или не работал толком. То есть овчина выделки не стоила, сказал я себе. И никогда больше уже не спорил. Если только вот какой-то намек на то, что вот сейчас может возникнуть какая-то коллизия, и кто-то хочет забрать моего человека, или там покушаться на мои права, что этот партнер должен войти в мой бизнес. Я сразу говорю, все, окей, если ты претендуешь, забирай. Без разговоров. И раз и навсегда этот вопрос был решен. Особенно после того, когда я работал в Киеве, в чужой организации, я приехал в Киев работать, строить бизнес из Севастополя, и мне посоветовали влиться в какую-то организацию, чужую для меня. Там хорошие были презентации, хороший зал они снимали, все бурно развивалось. И я пришел туда и приводил туда на презентацию своих людей, и участвовал в тренингах, в школах. Ну, короче говоря, потом стал там выступать, мне давали какую-то часть. В общем, мы так коллективно, дружно работали. И там было несколько лидеров, таких серьезных людей. И в какой-то момент на лидерском собрании, значит, таком, где собирают там людей в статусе, значит, я услышал такой, ну, короче говоря, скандал. Женщина, дистрибьютор там в статусе в таком высоком, обвиняла другого человека из параллельной организации, что он переподписал у нее там какого-то кандидата, значит, в свою организацию. Тот пришел на презентацию к ней, а этот с ней поговорил, и она перешла туда, они там оказались. А тут говорит, да это моя знакомая, я с ней раньше говорил. Ну и, короче, началась схватка из-за этой тети. И вылилось это в конечном итоге. Никто не хотел уступать. У каждого были свои права. И так послушаешь каждого, и действительно, эта женщина приводит аргументы, ясно, что это, конечно, ее кандидат. А тот человек приводит свои аргументы, думаешь, может быть, действительно этого. И вот они рубились из-за этой тетки насмерть и день, и два, и три. И, значит, одна там психанула, настроила. И самое страшное, что на школах, которые раньше проходили весело, дружно, там обучали дистрибьюторов, люди стали размежевываться. Одна часть пошла за этими, другая часть за этими. И не было такого лидера, который бы, поскольку это была объединенная такая команда из разных организаций, и не было такого лидера, который мог бы сцементироваться, пресечь это и каким-то образом удержать. И начался разлад. Разделилась на две группы, сочувствующие в одну сторону, сочувствующие в другую сторону, обвинять друг друга, перекинулась уже на работу, на презентацию, кто как проводит, а кто что говорит, а ты вообще, а ты сам. И понеслось. И, короче говоря, хорошая такая была команда, хорошее такое было место классное, и я был вынужден уйти, потому что там все рассыпалось. И люди стали выходить, новички и дистрибьюторы, не до них уже было. Там просто вот уже закусили у дела, вот уже доказывают свою правду, уже ничего не интересует, уже бизнес забыт, надо вот сумасшествие. На самом деле это, конечно, дьявольские происки, безусловно, разрушили там все. И я понял, что самый выгодный путь, это немедленно согласиться с тем, что человек, если вот поговорил нормально с человеком, объяснил свои доводы, что ты вот поступал честно, что ты никого не переподписывал там, не покушался на чужих людей, и ты, значит, вот какие-то аргументы привел. Если человек не принимает, если он идет в конфронтацию, если он бьется до конца, до крови, если он, лучше отстать, отойти и забыть и двигаться дальше. За это время можно подписать 10 других, чем в судороге сбиться. Потом со временем сбиться в свои так называемые мнимые права и потерять все вообще. Войти в раж и, короче говоря, вот я надеюсь, вы меня поняли. А потом, со временем я стал понимать, что я оказался вот чисто так интуитивно, на практике, из опыта я понял, что я действую правильно, что это самый выгодный путь отстать от ссоры и не разжигать эту ссору. Потом я узнал, что обида – это одно из самых разрушающих таких чувств, эмоций, обида. Потом я узнал, что онкологические центры – это центры обиженных людей. Как правило, там концентрируются люди, которые затаили глубокую обиду на кого-то. И вот это разрушает тело, это разрушает душу, это разрушает дух. Короче говоря, ссора – это, а тем более на почве бизнеса, когда ты работаешь с людьми, это катастрофа. Поэтому, если ты видишь человека, который, закусив у дела, с пеной у рта, продолжает доказывать свои права на какого-то человека, знай, у этого борца за идею, за справедливость, у него не все в порядке с головой. Он не знает законов, он разрушает сам себя. Сам себя. И потом уже, когда я стал верующим человеком, я стал находить в Библии подтверждение этому. И сейчас я хочу, просто, я сегодня специально полистал Библию, притчи на этот счет и нашел. Смотрите, что я нашел. В третьей главе притч написано. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не сбирай ни одного из путей его». Если у тебя уводят человека, ведут себя нагло, по-хамски, не вступай с ним в борьбу и не поступай так же. Или вот еще. «Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Стоит только начать. «Разумный выдержан в словах своих и благоразумный хладнокровен». Боже, что говорят люди. Близкие, друзья, которые вчера вместе в обнимку говорили, как им все тут нравится, мы одна команда. И вдруг начинают выливать на себя. «Разумный выдержан в словах своих и благоразумный хладнокровен». Ну, естественно, наоборот. «Балда не выдержан в словах своих и глупец, горячь, вспыльчив, и из уст его выскакивают». Такие слова, которые режут, как мечом. Не врачуют, однозначно. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои». «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Если у тебя ссора с кем-то, то человек, с которым ты ссоришься, он становится как неприступным. Озлобливается, и ссора подобна запору замка. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слова для него, и слава для него быть снисходительным проступком». Вот как надо поступать. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным проступком». Даже если есть какие-то там элементы несправедливости по отношению к тебе, даже если человек что-то там, ну, сделал, «благоразумнее отстать от ссоры, быть снисходительным проступком, не вступать в борьбу, не разжигать этот огонь. Потому что стоит только начать. Это будет ссора, как прорыв воды. Лучше не допустить, чтобы она разгорелась. Вот еще написано, притча в 20 главе, 3 стих. «Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Вот он тешит свое эго, вот он, значит, вот скачет, вот он находит слова побольнее уязвить. «Глупец, болван, извиняюсь, всякий глупец задорен». Ну, а нам написано, если мы мудрые люди, если мы претендуем на то, чтобы приобретать мудрость, разум, и становиться все умнее и достойней, «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Вот как нужно действовать. Ну, и в конечном итоге, вот в послании к римлянам написано, в 12 главе написано, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Когда по отношению к тебе кто-то действует неправедно, демонстрирует и проявляет зло, не действуй так же в ответ. Побеждай это зло добром. Это тебе выгоднее. Это каждому из нас выгоднее. А для нас, сетевиков, людей, работающих исключительно с людьми, исключительно в коллективе или исключительно в команде, стоит только трещину допустить. Стоит только на этой плотине капельку для ссоры пропустить воды. Как хлынет поток, и потом хрен остановишься. Поэтому моя рекомендация всем, кто начинает, и кто опыт имеет, неизбежно возникнут конфликты на почве того, чей это человек. Я ему сказал, а ты сказал, а я говорил, а он мой, а он мой знаком, а я вчера, а я позавчера. И у каждого своя правда, у одного очевидного, у другого сомнительная. Лучше всего, правильнее всего, мудрее всего отстать от ссоры и сказать, окей, ни на что не претендую, пусть сам человек решит. Если захочет, я, пожалуйста. Это приносит гораздо больше пользы, чем битва насмерть и разрушение всяких отношений. Тем более, запомните мой опыт, что человек, из-за которого вдруг двое схлестнулись, он почему-то потом не работает. Подумайте. Я желаю вам удачи.